Продолжение следует... После чего данная территория была полностью проведена в порядок. Мы с жителями вместе осуществляли полностью контроль за проведением всех работ. Поэтому сейчас здесь стало очень здорово и прекрасно. Старший по дому останавливаться не собирается. Еще предстоит много работы. Наводить порядок во дворе Сергей Лосев планирует в той же компании. Хотелось бы, конечно, остановочный павильон, пешеходный переход, потому что здесь находится рядом 57-я школа, в которую ходят дети, в том числе и мои. Ну и с озеленением решить вопрос, то есть с пивом старых деревьев, сухих. Губернатор осмотрел обновленный двор и пообщался с местными жителями. В это время активные женщины из соседнего 175-го дома ухаживали за цветниками. Тротуар и асфальт им понравились, но для большего комфорта им нужно кое-что еще. Заборчик. Баллоны сегодня все увезли. Мам, дорогой, это же такое достояние. Вот. И вот мы теперь здесь, видите, хотим цветы, чтобы не заезжали машины, ничего. Ну и кустарники обещали. В том же квартале скоро построят спортивную площадку для местных ребят. Как обещают, долго ждать не придется. Здесь полностью с ограждением. Она универсальна. Баскетбол, волейбол и мини-футбол. С резиновым покрытием, с ограждением, чтобы милициальные вещи. Как вам родилось? И в какие сроки? 1 сентября они уже сюда заходят. 1 сентября? Да. На улице Нариманово, рядом с 53-м домом, баскетбольную площадку уже построили. Почти готов и тренажерный зал на открытом воздухе. Этот дом входит в ТОС «Двор речников». Активисты добились ощутимых результатов за этот год. Рядом с тем же домом заасфальтировано. Ремонт вошел в программу формирования комфортной городской среды. По словам местных, повезло с исполнителями. Первое, посмотрите, что было. Вот это проезд, который вода доходила до нас. Представляете, что значит благоустройство? Это что было? Что стало? Поиграли асфальтом. Представляете, какой профессионализм. Не дренажную систему сделали? А вот у соседних строений покрытие ровным не назовешь. Мы просто, говорю, снимаем это все от безобразия. Значит, там вот эти колеса все выбрасываем. Значит, заасфальтируем. Все. И сейчас подумаем, посмотрим, что еще здесь можно реально сделать. Заняться стоит не только асфальтом, но и детской площадкой. Та, что есть, морально устарела. Ободранные турники и скрипучая качель не нравятся ни детям, ни взрослым. Но есть и хорошие новости. В скором времени детвора оценят новое игровое пространство. По детской площадке мы договорились, вы в пятницу должны выбрать. Мы будем вам ждать. Значит, объявление еще дополнительное установить. После этого мы сразу приобретем ее и вместе с вами ее здесь установим. Школа номер 56 на улице Толбухина тоже нуждается в заботе. Необходимо сделать ремонт туалетных комнат и спортивного зала. Успеть надо к следующему году. Школе исполнится 50 лет. Необходимо покрыть стадион и установить спортивный инвентарь. Также планируется благоустройство территории окружающего частного сектора. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова